Здравствуйте, меня зовут Ордашева Мирангуржина Сбековна. Дисциплина называется методика преподавания изобразительного искусства и тема «Внеклассная работа и внешкольная работа». Помимо занятий в классе и в учебные часы, педагогу часто приходится проводить занятия с учениками вне классной и вне школы. Под классной и внешней работой подозреваются такие мероприятия, беседы, лекции и доклады, показы и репродукции, диапозитивов и диафильмов, организация и руководство из окружками по рисунку и живописи, проведение экскурсий в музеи, на выставки и в мастерские художников, организация различных выставок, выездов на пленерные зарисовки, оформление помещения к праздникам, организация вечеров и концертов, проведение факультативных занятий. Внеклассная и внешкольная работа преследует в основном те же задачи и цели, что и в учебных занятиях, но она помогает расширить эти задачи шире и глубже, привлечением нового материала в более серьёзной форме, с опорой на активный интерес учащихся, на их творческую инициативу. Руководящая роль педагога сохраняется и во внеклассных занятиях. Педагог следует за работой, учащийся и их общим развитием, направляет эту работу. Как в классе, так и вне класса он проводит эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. Внеклассную работу надо строить таким образом, чтобы дети продолжали развиваться, совершенствовали своё мастерство, чтобы изображения в детских рисунках были грамотные, реалистические. А грамотное реалистическое рисование требует применения законов перспективы, соблюдения закономерности цвета теней, правильного понимания, конструктивного строения изображаемой натуры, знания законов цветоведения. Для успешного руководства вне классной работы необходимо заранее составить план всех мероприятий, наметить их тематику. Вне классной работы преподаватель рисования согласовывается с классным руководителем и с учащейся. Необходимо также учитывать время вне классных занятий, количество мероприятий и возрастных озонностей учащихся. Форма и характер планов вне классной работы могут быть весьма разнообразны. Для примера приведём план для учащихся 1-6 классов на первую четверть учебного года. В данном плане расписываются дни и часы, наимывание мероприятий, цели, задачи и классы. Итак, вне классные и внешкольные занятия развивают интерес и любовь к изобразительному искусству. Более полно знакомят учащиеся замечательные произведения и выдающиеся художники. Содействуют идейному эстетическому воспитанию. Содержание вне классных занятий должно быть как можно более разнообразным и увлекательным. Кружок. Наиболее распространённый вид вне классной работы. Занятия изобразительного искусства в школе в кружках являются как бы дополнением классных занятий. Но кружковые занятия имеют свои особенности. Во-первых, это знание занятий для тех, кто серьёзно интересуется изобразительным искусством. И эти занятия являются для них в какой-то степени эстетической потребностью. Во-вторых, структура деятельности у кружка отличается от классных уроков. На уроках учитель обязан изучать со школьниками определённые вопросы, предусмотренные школьной программой. Организация же работы кружка включает в составление программы занятия с учётом склонностей и интересов учащихся разного возраста. Конечно, это не означает, что педагог должен давать детям лишь то, что они хотели бы получить. Здесь берутся во внимание и подготовленность по искусству каждого учащегося, и возможности кружка обеспечения изобразительными материалами, наглядными пособиями и так далее. Вот почему составляет несколько вариантов программ, предусматривающих различные установки и характер деятельности. Из-за кружки могут самые разные рисунки из жипси, лепки, декоративно-прикладное искусство, оформление дела, линографюра, керамика, юных искусствоведов, мазайки и так далее. Задача учителя состоит в том, чтобы влечь в регулярную работу кружка как можно больше число учащихся. Знания и навыки, приобретенные в кружке, они применяют при оформлении стенгазеты, выполнении театральных декораций для школьной сцены, занятиях по географии, естествознанию, истории, физике и так далее, при организации различных оформительских работ в своем классе. Учитывая возрастные особенности учащихся, уровень их навыков из окружки следует комплектовать по группам. Один кружок зачисляет участие первого, третьего класса, в другой, четвертый, шестого класса. Не более 10-15 человек в каждую группу. Содержание занятий кружка детей начальных классов может быть либо рисование, либо лепка, различные подделки декоративно-прикладного характера, либо составление узоров для вышивок, тканей и бордюров. Лепят дети из глины и пластилина. Вначале можно лепить с натуры, простые по форме предмета, овощи, фрукты, посуду. Затем можно перейти к лепке чучу, птиц, животных, создавать художественные образы, персонажи, сказок и басен. Для учащихся четвертого класса, шестого класса основным видом кружковой занятий должна быть работа с натурой рисунок и живопись, которую следует увязывать с композиционной работой в области как тематического рисования, так и декоративного. Успех работы из окружка зависит от увлеченности учителя, хорошая организация занятий, обеспечение необходимым инвентарем и натурным фондом, от регулярности занятий и их четкости планирования. При планировании работы необходимо учитывать число членов из окружка, количество часов, тематику заданий, их сложности, методика преподавания изобразительной деятельности и организацию итоговых выставок. Например, учитель в школе ведет кружок, длинную гравюру или керамику. Подбирая тематику для индивидуальных работ детей, он должен учитывать и количество членов из окружка. Планируя выполнение керамического панно с участием членов окружка, педагог должен определить объем работы, сходя из количества часов, которым располагают учащиеся. Педагог наметил выполнить несколько семейных работ, разбил ребят на подгруппы, творческие бригады, и обнаружил, что для данной одной из групп тематика заданий оказалась очень сложной. Надо подобрать для них иное задание. Группа ребят из окружки подобрались очень подготовленные, и педагогу необходимо применить соответствующую методику работы с ними. Отсюда и планирование учебного материала должно быть иным. Организация итоговых выставок педагог обычно планировал на конец учебного года, но данный состав кружка позволяет предусмотреть две итоговые выставки, зимнюю и весеннюю. Помогает в работе составление планов конспектов по отдельным темам. К началу каждого занятия необходимо заровне подготовить соответствующие объекты натурной постановки, маляжи, свежие плоды, подобрать их компенсационные по окраске и величине, сообразуя с ними цвет драпировки с тем, чтобы в организационной части занятия установить натуру в короткий срок. Нужно обратить особое внимание на размещение учащихся по отношению к натуре, не допускать слишком близкого расстояния от нее. Формы и методы работы в изокружках должны быть несколькими иными, чем в классе, более приближенном к художественной школе. Например, если в классе на уроках рисования с натуры дети или работали за партами, то из окружки надо познакомить школьников с методикой работы на мольбертом, хлопушкой, или в крайнем случае на планшете, установленном на стуле. Следовательно, иными должны быть и использование материалов для рисования и методов работы. Поэтому при объяснении, например, заданий по теме рисования с натуры акварель, необходимо подобрать и заложить правильную работу акварельными красками. На первых занятиях, когда учащийся еще недостаточно усвоил технику акварельной живописи, покажем им весь ход построения рисунка и работы акварельной с помощью заранее подготовленных таблиц, изображающих несколько фаз, компенсационное размещение рисунка на листе бумаги, постепенный ход построения линейного рисунка и работа акварельной. При работе над выявлением объема и цветовой характеристики предметов приучаем детей правильно держать кисть. Следует следить за обязательным предварительным разведением краской водой на блюдце или на кусочки бумаги, обращать внимание на подбор нужных тональностей и цветовых отношений при первой прокладке акварели. Первая прокладка поверхности основными локальными цветами должна быть выполнена в силу освещенных мест, причем на самых светлых местах, на бликах, бумагу оставляет чистой. Вторая прокладка лепит рельеф предметов, увязывая их в цветовые соотношения с фоном и с той плоскостью, на которой предмет поставлен. Третья завершающая прокладка объединяет все тональные отношения, наложенные полотонов, усиливает тени собственных и падающих, выявляет объем предметов и дает характеристику их по цветовым и материалам, и фактуре. Руководя работой учащихся, надо не ограничивать объяснением, а больше показывать на практике, как работать кистью, как разводить краску, подбирать нужные тона и цвета. Желательно, чтобы на этих занятиях сам преподаватель выполнил присутствие учащихся в основной процесс работы над частью постановки. Законченная работа полезно просмотреть коллективно, с тем, чтобы учащимся отметить достоинства и недостатки своих рисунков. В конце просмотра надо суммировать их высказывания и дать указания к исправлению рисунков. В школьных кружках изобразительного искусства при комплектовании групп не следует разбивать детей по их художественной подготовке, так как это приведет к созданию нескольких параллельных групп. Однако педагогу необходимо учитывать индивидуальные склонности и способности каждого члена кружка, помогаем их развитию. Одновременно с учебной работой педагог ведет и большую воспитательную работу, в особенности в период организации и первых занятий кружка. Он должен объединять детей в единый коллектив, живущий общими интересами, с единым творческим устремлением. Член кружка выбирает старость, который становится помощником учителя. Он следует за дисциплиной, за посещаемостью. Каждый поступивший везл кружок должен аккуратно посещать занятия, выполнять предусмотренные планом заданий, разработанные кружком правила поведения, принимать активное участие в делах кружка, в общественной жизни школы. Эскурсии. Интересным и содержательным видом учебно-воспитательной работы является и эскурсии. Они углубляют знания, полученные учащиеся в часы, классных занятий, расширяют их кругозор и активизируют самостоятельную работу над рисунками. Эскурсии устраиваются с целью полной, полнее раскрыть отдельную тему учебной программы, глубже ознакомить с видами изобразительного искусства, дать ясное представление о специфике творческой работы художника. При организации экскурсии с учащимся начальной класса учителя рисования четко придумывают цели и задачи посещения выставки, выхода в природу. Среди них обратить внимание детей на красивые жизни, научить их замечать, чувствовать, воспринимать красоту, природу, любоваться и радоваться ей. Прекрасное в природе не только воздействует на ум ребёнка, но и обогащает его духовный мир. Поэтому задача учителя — научить детей видеть и участвовать в природе, гармонию цвета, линии, форм. Кроме того, надо логически и методически увязывать всё это с конкретными видами учебной деятельности, тематическим рисованием, осень в лесу, лыжная прогулка и так далее. Декоративное рисование составляет узоры на основе растительных форм, рисование с натуры, наброски и зарисовки. Эскурсии дают возможность детям воспринимать учебный материал и натуру в естественной обстановке, непосредственно наблюдать явления, которые не могут быть показаны в классе. Явление предмета, наблюдаемого в природе, вызывает у детей более глубокое эстетическое переживание, а следовательно, содействует развитию художественного воспитания. В старших классах учителя организуют экскурсии в музее, на выставку мастерских художников или скульпторов, на завод, керамические, застекольные, на фабрику, мебельную и ювелирную. Например, на уроке декоративного рисования преподавания решил познакомить частью с различными видами прикладного искусства и показать специфику изготовления предметов. Из стремного материала для этого мало, но в районе школы имеется несколько предприятий, выпускающие предметы декоративно-прикладного искусства. Артель игрушек, коврадская фабрика, мастерская костерезного промысла. В таком случае учитель имеет возможность не только рассказать о декоративно-прикладном искусстве, но и показать сам процесс создания вещей. Для того, чтобы экскурсия прошла полной пользой для учащихся, оказала на них статистическое воздействие, расширяет их кругозор, педагог должен проявить внимание ее организации. Необходимо на очередном уроке предварительно познакомить учащихся с целью экскурсии, с ее планом и организационными требованиями, связать содержание экскурсии с учебной работой. Предварительный учитель согласует экскурсию с предприятием или музеем. Тогда он собирает повестить своих учеников, устанавливает удобный день и часы, договаривается с экскурсоводом, знакомится с его задачами в экскурсе и с учебной программой. После экскурсии необходимо провести итоговую беседу, выяснить, как учащихся восприняли все увиденное и услышанное. Если дети что-то неправильно поняли или не восприняли, следует разъяснить эти вопросы. Беседы. Неклассные беседы проводятся в тех случаях, когда затронутая на уроках тема вызвала особый интерес учащихся. И они изъявили желание получить более глубокое знание по данному вопросу, а также в тех случаях, когда сложная тема не дает возможности в учебные часы полностью изложить интересный материал. Первый вид беседы организуется по инициативе школьника, второй — по инициативе педагога. Например, учитель проводит урок по теме ознакомления с отдельным произведением искусства эпоха Возрождения. Один час. Согласно требованиям программы, он показал четыре продукции. Произведение великих художников и при этом упомянул, что Микеланджело был не только скульптором, но и живописным, и архитектором. Ребята заинтересовались и попросили рассказать об этом художнике более подробно. Если учитель хорошо подготовленный и имеет достаточно иллюстративный материал, то он может остаться после уроков в этот день, провести беседу с желающим, предварительно согласовав это с классным руководителем. Если же преподавателю нужно подготовить к беседе, и он не имеет под рукой необходимый иллюстративный материал, то он договаривается с учащимся о дне, когда можно будет провести эту беседу. Другой пример. Учитель, проводя урок по теме ознакомления с отдельными произведениями зарубежной живописи 17-19 веков, несмотря на составленный план конспект урока, так и увлёкся рассказом о творчестве Рембрандта и увлёк ребят, что не успел полностью охватить подготовленный материал. Заканчивая урок, он говорит, что не хватило времени подробнее рассказать о других художниках, и он хотел бы продолжить беседу о них после уроков, тот день, когда это не мешает другим школьным занятиям. Обычно в таких случаях все учащиеся с охотой остаются прослушать окончание заинтересованных бесед. Методика преподавания бесед по изобразительному искусству строится таким образом, чтобы в их активно участвовали все дети. Надо подумать такие картины, которые факты из жизни художника привлечь, чтобы беседы были живыми, интересными. Учитель не только объясняет, но и обращается к детям с вопросом. Вопросы должны быть просты, чётки, конкретны, чтобы, отвечая на них, ученик упроченно закрепил свои знания. Проводя беседу, учитель выясняет, что в произведениях искусства нравится детям, а что не нравится и почему. Что даёт ему возможность направлять эстетическое развитие детей, останавливает более подробно на том, чего дети не понимают, в чём они плохо разбираются. Очень важно продумать порядок вопросов и по возможности предугадывать ответы на них, чтобы умело направлять беседу в нужную сторону. Нередко, проводя беседу в искусстве, учить с учениками произведения лишь с точки зрения раскрытых идей на сюжетное содержание, забывая рассказать о художественных достоинствах картинок, скульптуре, образце декоративно-прикладном искусстве. Во время беседы, анализируя вместе с учениками ту или иную картину, учителю следует рассказать значение использования художникам законов перспективы, высокий и низкий горизонт, их влияние на построение всей композиции, на световое решение. Большое значение в методике преподавания беседы об искусстве имеет стабильность внимания учащихся. Захватить внимание учеников не так уж трудно, сложно удержать их внимание на рассматриваемое произведение. Внимание детей возбуждается прежде всего тогда, когда речь идет о близких им вещах, понятных переживаниях, и разговор об этом ведется простым и ясным языком. Ошибка, начиняющая педагога, состоит обычно в том, что он начинает урок с изложения основного материала, например, на неклассное занятие в четвертом классе учитель решил познакомить более подробно ребят с творчеством Васнецова. Твой рассказ, он начал с общей биографией данного художника. Все как будто правильно, но завоевывать внимание детей этим сведениями не смог. Давать такой материал надо, но не в начале урока. Это лучше сделать тогда, когда внимание детей уже достаточно возбуждено. Такую беседу можно было начать так. Так, в детстве я очень любил слушать сказки про Кощея Бессмертного, Царевну Несмеяну, Спящую Царевну, и с большим интересом просматривал иллюстрации этих сказок. В дальнейшем я увидел и картину на эту тему, которую выполнил художник Васнецов. Такое начало сразу привлечет внимание детей. И учителю уже будет легко перейти к изложенному материалу, который он хотел дать. Другой пример. На внеклассных занятиях учитель решил провести беседу с учащимся 6 класса от творчества Репина. Подобрал интересный иллюстративный материал, хорошо подготовил к беседе, но излагать материал начал формально. В результате беседы не получилось. Учащиеся пассивно слушали, высказываться не решались, хотя учитель все время задавал вопросы и просил выступить. Беседа должна проходить так, чтобы внимание не ослаболевало до конца занятия. А это во многом зависит от того, сумел ли учитель заинтересовать учащихся в самом начале. Если педагог начнет с биографии, сведения о художнике, то он рискует уже с самого начала наскучить ребятам. Беседу можно начать так. Ребята, обычно мы проходим мимо, не замечая красоты природы, красивых поступков людей, разнодушно смотрим на предметы и окружающих нас людей. Художник же всегда замечает красивый в жизни. Он не может быть равнодушен и к безобразному. Он не только умеет это подметить, но и передать свои чувства в картины, чтобы и мы на это обратили внимание. Более того, художник, хороший художник своим картинам заставляет нас переживать при несправедливости. Мы негодуем и возмущаемся. Бурлаки на Волге не ждали. Арест пропагандиста. Хорошему, разумеется, портрет Толстого Садко. Веселому сьемся, запорожце. Великим и гордимся. Таким художником был и Репин. Стали следует переходить к основному материалу. Спасибо за внимание. Как вы готовите к параметру? Принесу-